Мы только что провели штаб и заседание секретариата, подвели итоги обсуждения проблем пенсионной реформы и наших инициатив по проведению общероссийского референду. 52 региона выступили с этой инициативой, 16 уже оформили документы и подали, часть групп уже зарегистрировали. На партии власти вместо того, чтобы откликнуться на пройдут трудящихся, пытается бить в голову мысль о том, что по этой теме нельзя проводить референции. Даю официальную справку, что о пенсионной реформе проводили референдумы и в Швеции, и в Швейцарии, и в Греции, и в Словении, и в целом ряд других стран. Это вопрос касается каждого, и ни одна партия не может в одиночку определять судьбу нации и судьбу страны. Я посмотрел материалы вчерашнего Городского Генсовета Единой России. Они приняли жесткий вариант, который вносило правительство, абсолютно неприемлемый для граждан страны. Напоминаю, на президента, за президента голосовало на последних выборах. 77 процентов, сегодня 91 процент граждан требуют не утверждать эту реформу. Президент не имеет права при таком едином мнении граждан страны подписывать этот закон. Еще раз официально заявляем свой протест против той информационной политики, которая ведется вокруг этого документа. Мы считаем, что самым бессовестным является то, что вместо выполнения послания президента, где ставится задача вывести на мировые темпы экономического развития не ниже 3,5 процентов, вместо того, чтобы вводить в страну пятерку наиболее развитых стран и бороться с бедностью, принят закон, который, вопреки любой логике, раскалывает общество еще больше стихий. Самое удивительное заключается в том, что говорили о непопулярных мерах. Я думал о непопулярных мерах для олигархии, что олигархия 200 кланов, которые сопредоточили почти 90 процентов национального богатства, вынуждено будет по этому закону заплатить и внести огромные деньги, приняв закон о прогрессивной шкале налоги. Мне казалось, они обращаться к банкирам. Банкиры получили за последнее время от Единой России почти 4 триллиона рублей. Обещали вложить в инвестиции, вложили 4 процента. Я думал, банкиры, которые сопредоточили 28 триллионов рублей, поделятся страной с пенсионерами, с нищими, с бедными, обездоленными, многодетными, с молодыми семьями. Оказывается, эта священная корова не тронута Единой России. Мне бы казалось, что воры, которые в 90-е годы разворовали всю страну, под командой Чубайса, почти 60 царушников, писали цену на собственность великой державы. Она царилась зеленом долларов. Продали за 5 миллиардов долларов. Никита Михалков, каждый раз, без сабвали, повторяя эти цифры, не видим никакой реакции, никакого расследования. Мне казалось, прижмут офшорников. Вместо этого им дали два острова, чтобы дальше они прятали деньги. Я был абсолютно уверен, что все сделали, чтобы навести порядок с чиновниками. Вместо их почти 6 миллионов, дорого больше, чем было в большой советской стране. Вместо этого и дальше продолжается нецелевое насладывание. Оно же вывезло за 1 триллион 300 миллиардов. Не думалось займутся производством. Будут вкладывать, наращивать темпы, получать большие зарплаты, от них отцеплять пенсионный фонд. Ничего похожего. Полезли в карман. Самыми защищенными. Самыми заслуженными. Самыми бездолевыми. Самыми героическими людям, которые строили, защищали, отстаивали. Мы уж надеялись, они откликнутся наше предложение принять закон о помощи детям в войне. Их почти 12 миллионов. Ничего похожего. Мы думали, в первом сентябре поддержат детей по стакану молока. Ничего похожего. А сегодня цена чека на школьные покупки выросла за год на 23%. Еще раз заявляю, что попытка залезть в карман под прикрытием того, что у них нет денег, это еще одна ложь. Деньги у них есть. Я взял за 5 лет. Насколько увеличилось количество пенсионеров на 3%? Страховые взносы на 31%? У них для этих пенсий есть деньги. Есть совершенно иной подход к этой проблеме. Он связан с тем, что пенсия сегодня минимальная должна быть 20 тысяч рублей. Но для того, чтобы иметь такую пенсию, надо иметь зарплату 50 тысяч среднюю. А для этого надо иметь комп зарплаты почти 33 триллиона. Тогда исходите из этого, развивайте производство, вводите налоги и решайте эту проблему. И еще хочу напомнить несколько цифр, должны это знать. Я взял, сколько надо проработать на пенсии в среднем в России. Оказывается, 36 лет. Если 36 лет платить от фонда зарплаты 22% по этому закону, надо 103 зарплаты отдать в пенсионный фонд. Что такое 103 зарплаты? Это 8 лет надо терпушить на этот пенсионный фонд. А потом ты получаешь пенсию. И сколько они получают? Оказывается, больше 43 зарплат никто не может получить. А у меня возникает вопрос. А где остальные 50 с лишним? Кто их присваивает? Не на этих ли деньгах кухни-толикарки, чиновники и все остальные. Поэтому Единая Россия протаскивает закон, по сути дела, бьет под ды государственность, унижает всех женщин, разрушает молодые семьи, не дает возможность справиться безработицы. И по сути дела подрывает тус на библии, с которой гордился президент. Я не знаю, о чем думает администрация президента, но о вероломном внесении этого закона и дальнейшей пропитивании ее в общество ценой информационного, психологического и экономического давления абсолютно недопустимо. На мой взгляд, этот закон не пройдет. 2 сентября приглашаю вас на общероссийскую акцию протеста. Все регионы выйдут, это будет самая массовая акция, которая была в стране за последние 20 лет. И на коммуне принятия закона во втором чтении 22 сентября будет подобная акция. Чем больше вас придет, чем скорее провалится эта актера, которая по странному стечению обстоятельств назвали пенсионной реформой.